В галерее грандиозный мир с множеством приглашений. Само собой разумеется, что Артамост, проект, который был тщательно продуман и рассчитан, выдержало празднество, после чего вопросы о ее неточности уже не обсудили. Как бывало, под Артель, взгляните налево на небольшую лестницу устающейся планеты. По легенде, на третьей ступеньке этой лестницы сидит незримый дух. Точно, сидит. Сидит он на турнице. Дух Петербурга. Прямо перед вами, вот и сильный канал. После того, от нее убегает помешавшийся на трех картах герман. Отсюда происходит второе популярное название этого моста. Мостик Лиза. Сейчас мы выходим в экваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Именно вокруг этого места и начинал развиваться наш город. Разведенные мосты над Невой давно стали символом Петербурга. Слева от нас находятся дворцовые и дыржевые мосты, соединяющие Васильевский остров с центральной частью города и петроградской стороной. Справа же расположен Троицкий мост, прямо по которому проходит Пулковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгод на картах Российской империи. В конце 16 века территория Петербурга принадлежала шведцам. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Отвоевав эти земли, царь Петр I понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Невы. Для этого прежде всего нужна была крепость. Петр I сам выбирал для нее место, исследуя топкие берегники. И на маленьком Заячьем острове, там где вы видите шпиль собора, выхватил штык у одного из сопровождавших его солдат, начертил в торфе квадрат и воскликнул «Здесь быть моему городу». А потом взял лопату и начал копать ров. Сейчас...